Вы считаете, что ситуация находится в событиях, поступках и действиях. Так считают все люди. И поэтому вы и хотите изменить поступки, события и действия. А я вам говорю, что ситуация находится в сердце между вами. И что бы человек снаружи не делал, можно лизать банку с медом через стекло всю жизнь. Сладкого вкуса не почувствуешь, потому что кушать надо изнутри, банку изнутри. Ситуация находится между вашими сердцами. Болтовнёй не поможешь, логикой не поможешь, юридическими законами, деньгами ничем не поможешь. Только слушаешь голос и молишься. И в сердце, где находится ситуация, ты начинаешь есть мёд, а не лижешь его снаружи. Но у вас нет опыта, этот путь неведом. Этот путь неведом. Вы не знаете этого пути. Поэтому, говорите, Олег Геннадьевич, всё понятно. Молитва, мозги заливаете. Чё делать, скажи. Иди, мой друг, всегда иди. Дорога идёт добра. Дорога добра находится между одним сердцем и другим. Она начинается от Бога, входит в ваше сердце и идёт к сердцу другого человека. И от него опять к Богу. Вот это дорога добра. Все остальные дороги зла, запомните. Но дорога добра, человек может идти наедине с собой. Когда он идёт бла-бла с кем-то выяснять отношения, дорога добра не будет пройдена. Когда я уезжал лекции читать из дома, у меня с женой было очень сильное разногласие. Мы с ней как бы расстались в этом разногласии. И слава Богу. Потому что я сильно хотел ей доказать, что я прав. Я же Олег Геннадьевич. Ты чё, дура, не понимаешь, с кем ты живёшь? У меня времени уже не было доказывать. Не надо, оставьте микрофон. Времени не было доказывать. Мне пришлось ехать. Сильно хотелось объяснить правду ей, жене своей. Но не было времени объяснять. По телефону разговаривать с ней вообще не хотелось после этого. На следующее утро надо молиться же. А в сердце несправедливость жены сидит. Не понимает она, глупая женщина, не понимает правду. Начал молиться. Начал о Боге думать, про жену забыл. И думал, о, классно, я молюсь. И про жену забыл, и всё супер, мне всё равно, как она думает. Я мне хорошо с Богом просто, и всё. Я о нём думаю, молюсь, мне ведь так хорошо. Всё. Потом молюсь, молюсь, молюсь. И думаю. Так. А чё это ты так на неё плохо думаешь? Наверное, ты попал под влияние времени. Нет, 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 нет. Спокойно. Слушаем голос. Молимся. Несколько дней молился. Чувствую, что я понял, что время меня наказывает за что-то. Потом понял, за что наказывает. Потом дальше молюсь. Почувствовал, что ниточка между мной и ей начала налаживаться всё. И потом, когда я ей позвонил, она уже тоже говорит. Мы с тобой друг друга просто не поняли. Я говорю, ты почему так случается, что мы с тобой друг друга так сильно можем не понимать? Мы же оба молимся. Я говорю, так случается, потому что время действует. Оно будет всё новое и новые экзамены сдавать. Она говорит, что прямо вот так оно может нас друг против друга натравить. Время. Я говорю, да. Вот оно так и действует всегда. Друг против друга натравливает всегда время. И так мы сдали с ней этот экзамен. Но если бы я и пытался что-то доказывать, ничего бы не произошло. Слава Богу, что уехал лекции читать. Потом начал молиться. Потому что каждый день молюсь. И потом всё понял со временем. Так это я лекции читаю. Представляете? Меня как заквасило. А как заквашивает тех, кто не молится и лекции не читает. Поэтому метод всегда один и тот же. Понимаете? Вас заквасило, думает, нет, что-то надо делать. Что-то делать. Молитва. Чего бы сидеть? Зря молиться. Надо что-то делать. Я тоже так же думал, как вы. Хотел жене доказать просто и поехать спокойно. Нет, моя хорошая. Вот вперёд, значит. Нет другого пути в жизни. Между мною, Богом и близким человеком и Богом. Вот она, дорога добра. Через сердце идёт. А к сердцу стучаться можно только наедине с собой. Бла-бла здесь не поможет. Связи не помогут, деньги не помогут, ничего не поможет. Вот пройдите этот путь через сердце. Всё, что снаружи, всё само произойдёт. Приведу пример. Допустим, начальник выгоняет с работы. Хочется ему доказать правду матку. Идите домой, если сможете. Если не сможете, будет ещё хуже. Как поймали ковбоя. Привязали к дереву. Детский анекдот. Привязали к дереву такого какого-то. Ну, гады, что же делать? Вот. Они там танцуют, поют себе. Внутренний голос. Что же делать с ними? Ну, что же делать? Они говорят, не могу это. Им надо что-то сказать. Что-то им сказать надо. Терпи. Нет, я не могу терпеть. Но что-то надо им сказать. Хорошо. Что же делать? Что же делать? Всё уже, конец. Нет, не конец. Терпи. Нет, всё уже, конец. Надо им что-то сказать. Хорошо. Позови вон того, у кого перья длиннее всего. Позвал. Плюнь ему в лицо. За всё. Плюнул. Вот теперь конец. Надо было терпеть, прощать. Уметь любить, уметь прощать. И до конца себя отдать. И тогда бы, может быть, выжил. Понимаете? Вот в чём фишка-то заключается. Надо, наоборот, себя оторвать. С кровью оторвать от ситуации себя. Что-то затянулось всё. Так вы в ней живёте, в ней сидите в этой ситуации. Надо себя оторвать. Это очень трудно. Как оторвать? Просто садитесь и молитесь. Вспоминайте о Боге. Бог и оторвёт вас по дороге. А потом постепенно в сердце успокоится. Всё. Значит, между вами и Богом дорога пройдена. Потом дальше вы сможете уже вспоминать лучше. Там дорога будет пройдена. И потом человек поменяется тот. Между ним и Богом дорога будет пройдена. Всё. Весь путь пройден. Человека с работы выгоняют. Начальник ненавидит. Хорошо. У тебя есть время. Выгоняют же не сейчас. А потихоньку выгоняют. Замечательно. Успокойся сначала в сердце. Потом между тобой и начальником. Вот когда между тобой и начальником молитва твоя пойдёт, и ты почувствуешь, что ты можешь на него влиять, тогда к тебе придёт знание, что происходит. И здесь в этом знании есть два пути всегда у человека. Первый путь. Бог тебе подскажет. Лучше уматывай с этой работы. Я тебе нашёл другое место. Не надо, чтобы тебя выгонять. Сам уходи. Бог тебе в сердце даст знание. Или второй вариант. Ты почувствуешь, что это правильный путь. Ты останешься на работе. Теперь надо пройти этот путь. Начни думать о начальнике хорошо с помощью молитвы. Начни чувствовать его хорошо. Потом дальше следующий этап. Начальник начнёт менять своё мнение о тебе. И он тебя уже не выгонит. А это будет чудо. Уже чудо. Представляете? И потом ты встречаешь начальника, и уже не та эмоция, какая была раньше. Это называется победа над судьбой, то, что я вам сейчас говорю. А всё, что внешне происходит, вот это бла-бла, это всё просто прилагается. И всё. Иногда у людей наступает хороший период астрологически. Это значит, энергия счастья просто по судьбе положено сейчас в сердце заходит. И когда наступает хороший период, а близкий человек тебя ещё не бросил, то он тебя уже и не может бросить, потому что ты проскочил ров, яму жизни проскочил, смог успеть перелезть. И тогда всё лучше и лучше становится. И раз, его вернуло назад. Всё. Но на это надеяться глупо. Потому что могут быть такие периоды плохие, что ты не перескочишь. Без Бога не перескочишь. Просто на своих силах. Поэтому всегда надо мыть посуду. Метод такой. Приведу пример. Простой смешной пример. Смешной до безумия. Потому что я же молюсь каждый день. У меня на участке до меня кто-то посадил там вот с такими длинными колючками кусты, вот с такими, прям как кинжалы. Такой шип. Акация такая, такие шипы, что может проткнуть человека насквозь, если на неё полезешь. Огромные, толстые, такие внизу, как лезвия, очень острые заканчиваются. И они когда разрастаются, они мешают жить уже там. По огороду уже не пройдёшь. И мои помощники, ученики, которые учатся моим методикам, они мне решили помочь. Любят они меня. Взяли все эти акацию, отрезали все эти шипы, веточки и сложили под мне, под грушей кучу такую из них. Я говорю, ну вы их вывезете куда-нибудь теперь? Они говорят, да их даже взять невозможно, они только что вывезли. Я говорю, ну сожгите, тогда груша сгорит. Всё. Помогли. И, короче, осталось эта куча лежать. Я просто боялся на неё смотреть даже. Потом разок молюсь, молюсь просто. И в сердце у меня такая куча, куча вот этой, колючек. Я такой, что делать, что делать? Ничего не делось, молись. Надо её сначала принять. Представь, кучу колючек. Бог мне говорит, прими сначала кучу. Она говорит, не могу, они мне помогли. Давай, прими, прими кучу колючек. Я вам рассказываю, смешно просто. Ну вот, 20 лет уже молюсь, недавно было, год назад. Прими кучу колючек. Я хорошо. Но я не знаю, что с ним делать. Не важно, знаешь, не знаешь, прими просто. Хорошо, принимаем кучу колючек. Молюсь, куча колючек, раз, принялась. Всё, и мне нравится куча колючек. В Новгороде нет проблем. Первая стадия была пройдена. Мне спокойно стало. Первая стадия. Вторая стадия. Молюсь, думаю о Боге. Раз, вспоминаю кучу колючек. В сердце такое. Иди к колючкам. Иди. А что делать там? А ничего не делай. Разожди костёр просто рядом. Ничего не делай. Просто иди к колючкам. Представляете, знание получилось, что делать. Я даже перчаток не одел, потому что я не знал, что я буду эти колючки разгребать. Дальше что произошло? Я разжёг костёр. Молюсь, там возле костра стою. Смотрю, костёр гаснет. Нет больше ничего. Не трог, ничего. И лежат тут кучи колючек. Мне так хорошо там возле этого костра. Думаю, надо где-то одну выдернуть оттуда. Всё равно же есть какой-то способ. Я нашёл где-то с краю одну колючку, вытащил её. Положил в костёр. Думаю, классно, так хорошо возле костра. Через 15 минут куча исчезла. Я по одной так подходил, потому что мне надо костёр сжечь. Мне там хорошо возле костра. Я там молюсь. Вот всю кучу разгреб, по одной, по одной. И даже не заметил, представляете? А так мне к ней даже подходить было невозможно. Потому что я её, эту кучу, сначала в молитве, там, когда перед алтарём сидел, я её уже там, это, убрал. В моём сердце она уже сгорела. Эта судьба закончилась плохая. А как это технически произойдёт, вообще об этом думать не надо. Это всё само собой нормально происходит. Некоторые думают, вот я думал, как я с женой теперь помирюсь. У нас с ней разногласия, которые не разрешит на всю жизнь, когда уехал. Не надо париться вообще об этом. Просто сердце соедини. Соединись с сердцем. Молись так, чтобы у тебя в сердце всё успокоилось. А всё остальное разрешится само. Внешние вещи не беспокойся. Субтитры создавал DimaTorzok